Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы и конечно случайные зрители, в этом видео мы познакомимся с рыбкой, которая имеет необычные глаза и называется небесное око или звездочет. Как и многие другие разновидности золотых рыб, звездочет является искусственно культивированной декоративной рыбкой и в живой природе не встречается. Отличительной особенностью от других рыб являются не только глаза направленные вверх, но и редко встречающаяся особенность отсутствия верхнего плавника. Оригинальный необычный внешний вид, конечно, привлекает внимание аквариумистов, особенно тех, которые занимаются именно золотыми рыбками. Однако такой популярностью они пользовались не всегда. Давным-давно они были запрещены к вывозу из буддийских монастырей азиатских стран. Там считается, что глаза, повернутые вверх, дают возможность рыбе смотреть на бога. Буддийские монахи разводят ее в парковых прудах монастырей. Считается, что такое размещение крупных глаз добились не с помощью селекции, а из-за содержания рыб в непрозрачных фарфоровых сосудах, куда свет проникал лишь сверху. Но это лишь догадки. Как действительно получилась рыбка-звездочет или небесное око, доподлинно неизвестно. Стоит заметить, что эту рыбку часто путают с рыбкой водяные глазки. Но это совершенно разные рыбки, хотя и относятся к одному семейству карповые. Средняя продолжительность жизни у этих рыб около 10 лет, но только в опытных руках и при правильном содержании. Вообще, золотые рыбки новичку рекомендовать не стоит, тем более с такими глазами. Естественно, такая форма глаз влияет на особенности содержания. Например, при обустройстве аквариума для взвездочета необходимо отказаться от декораций, имеющей вытянутые углы, острые концы и все иные предметы, о которые рыбка может попредить свои большие глаза. Частой проблемой является потеря глаз, как и у рыбок телескоп. Но телескоп имеет обзор иной, а у небесного ока глаза смотрят всегда вверх, что еще больше затрудняет обзор. Соответственно, и при кормлении особенность глаз необходимо учитывать, так как они видят корм только над головой. Конечно, как и любые другие рыбки, небесная ока любит рыть грунт. И если повезет, она найдет в грунте еду. Но сделать это, глядя на поверхность воды, очень и очень сложно. Помимо этого, они очень сильно подвержены бактериальным и грибковым заболеваниям. В общем и целом, рыбка не подходит для новичков. Аквариум подбирают просторный и в зависимости от объема увеличивают посадку. Максимальный размер рыбки и звездочета 15 сантиметров. Как правило, за основу берут расчет 2 литра воды к 1 сантиметру рыбки вместе с хвостом. То есть минимум 30 литров на одну особь. Но нужно учитывать, что внутренний фильтр, грунт и декорации в аквариуме занимают объем в аквариуме. Поэтому на одного звездочета запускают аквариум на 50 литров, 100 литров на 2 особи. Дальше посадку можно уплотнить и на 150 литров посадить не 3 звездочета, а 4 и так далее. Из оборудования нам понадобится мощный фильтр. Не забывайте о том, что золотые рыбки вечно перебирают грунт, подымая тем самым муть в аквариуме. Хорошая аэрация, особенно летом. Так как чем теплее вода, тем меньше в ней содержится кислорода. Термометр, чтобы контролировать температуру воды. Иногда требуется обогреватель, чтобы поддерживать идеальную температуру воды. А идеальная она считается в диапазоне от 18 до 22 градусов. Последнее, что понадобится в аквариуме, это освещение. Небесное око любит яркое освещение. С общей мощностью 0,5 ватта на литр. Ну вот, пожалуй, и все, что нам понадобится из оборудования. Из инвентаря в первую очередь нужен сифон, которым будет еженедельно осуществляться подмена воды на свежую. И не менее 20% от общего объема аквариума. А вот оформление аквариума, конечно, у каждого аквариумиста индивидуальное. Кто-то делает естественный водоем из аквариума, а кто-то обустраивает так, чтобы он идеально вписывался в интерьер комнаты. Скажу только про пару нюансов. Самое главное, сказал ранее. Успех в оформлении обеспечен при отсутствии любых предметов, о которых можно повредить глаза. В качестве грунта можно использовать гальку, речной песок или мелкий окатанный гравий. С растениями дела обстоят не очень хорошо из-за вечного желания золотых рыбок копаться в грунте. Однако вдоль стен аквариума, обычно вдоль задней стенки, растения посадить можно. И лучше всего, если это будут растения с мощной корневой системой. В кормлении неприхотливые едят все, что помещается в рот, в том числе и мелкую рыбку. В зоомагазинах продается огромнейшее количество различных кормов именно для золотых рыб. Это и хлопья, и чипсы, и различные гранулы. Часто для этих рыб аквариумисты готовят еду сами. Можно кормить живыми и замороженными кормами. Но нужно учитывать, что в рационе звездочета обязательно должна быть растительная пища. И не менее 25% от основного рациона. Это может быть крапива, листья салата, шпинат, одуванчики и многое-многое другое. Перед подачей обязательно обдайте кипятком. Замечу, что с любыми золотыми рыбками, в том числе и с небесным оком, лучше всего никого не содержать. Они плохо уживаются с рыбками мелкими, хулиганистыми типа барбусов и тем более с хищными. Пожалуй, единственные рыбки, которые хорошо приживутся в одном аквариуме с золотыми рыбками, это самы. В принципе, я содержал этих рыб с коломаихтом колобарским. И достаточно удачно. В разведении просты. Половозрелыми их можно считать с 12-ти месячного возраста. Размер рыб значения не имеет, но чем они крупнее, тем больше икры можно ожидать. Предел 10 тысяч икринок. Обычно 3 тысячи. Но выживают, конечно, не все. В нерестовике поднимают температуру до 25 градусов. Самца и самку желательно пару дней подержать отдельно друг от друга и при этом обильно кормить. После чего их саживают в нерестовик. Желательно, чтобы в нерестовике вода была немного мягче, чем в общем аквариуме, где они обычно проводят свое время. Побуждение к нересту может также стать большая подмена воды. Желательно, чтобы в нерестовике были плавающие растения. Например, яванский мох, роголистник, наяс или еще что-то. Самец будет гонять самку, бить ее, загонять в угол. Бояться этого не стоит, так как он стимулирует ее к метанию икры. После чего самец ее оплодотворяет. После этого родителей убирают из нерестовика, так как они едят свою икру. Неоплодотворенная икра на второй день белеет и покрывается грибком. Такую икру необходимо удалить. А чтобы грибок не поразил здоровую икру, ее необходимо обработать раствором метиленанного синего. Через 5 дней появляется малек. Он еще 3 дня питается из желточного мешка, а по истечению 3 дней плывет в поисках еды. Лучшим кормом в это время является живая пыль, инфузория или калавратка. По мере роста дают дафнию и циклопов. Кормить мальков необходимо небольшими порциями, но часто, до 5 раз в день. Дима, Дима, не ешь меня! Я исполню три твоих желания! Ну да. Рассказывай мне сказки. Ну вот и все, что я хотел рассказать про рыбку-звездочет Небесное Око. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Напишите свое мнение о звездочете в комментариях под этим видео. Я всегда с радостью читаю все, что вы пишете. До встречи в новых видео. Как всегда, на канале Пар. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok